Футбольный клуб Амкар приобрел первого игрока в ходе зимнего перерыва в российском чемпионате. Контракт с красно-черными подписал полузащитник сборной Нигерии Фёбор Агуде, о возможном приходе которого в Перми сообщали накануне. Ранее 26-летний Хавбек играл за нигерийский клуб Вари Вулфс. В 2010-м перешел в норвежскую Валерингу, где и выступал по сей день. Отметим, что с 2011 года Агуде входит в состав национальной сборной Нигерии. За супер-орлов он провел 16 матчей. Договор с Амкаром рассчитан до конца сезона 2015-2016. У нас нигерийц будет играть под номером 87. Победная серия хоккеистов Молотоприками закончилась на 9-м матче. На выезде Пермики уступили подмосковному Титану, страстно желающему попасть в плей-офф. Наши открыли счет в первом периоде, отличился Петров, а в последующих двух пропустили по шайбе. Поражение не ухудшило турнирные позиции Молотобойцев, Пермики по-прежнему вторые. Отставание от первого места составляет всего 3 очка. Следующий поединок Молот также проведет на выезде 15 января с клубом ВМФ Карелия. Гонбалисты пермских медведей начали выступление на чемпионате Европы в составе сборных своих стран. На турнире в Дании российская команда в первой игре группового этапа уступила французам 28-35. Самвел Асланян провел на площадке менее 4 минут и забросил два мяча. Игорь Левшин защищал ворота на протяжении почти 19 минут и отвозил 4 броска из 15 нанесенных по его воротам. Еще один голкипер Николай Сорокин остался в запасе. Евгений Семенов и Дмитрий Чистобаев сыграли за сборную Белоруссии, которая уступила хорватам со счетом 22-33. Семенов провел на площадке более 24 минут и забил три мяча. Чистобаев отыграл менее 7 минут. В Прикаме завершились традиционные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». Участники этих стартов побывали в четырех городах. Открытие состоялось в Кизеле, затем состязания переместились в Лысьву, третий этап прошел в Березняках, а заключительный в Перми. В общем зачете прикамские летающие лыжники в число призеров не попали. Что касается индивидуальных успехов, то здесь стоит отметить двух наших спортсменок. В возрастной группе не старше 14 лет отличилась Анна Александрова из Березняков, которая завоевала золото. Андрей Сидорчуков, телевизионная служба новостей.